Всем привет! Меня зовут Аня и я очень рада, что вы остались со мной, зашли на этот канал и дыкнули на это видео, поэтому будет круто, если вы подпишетесь на инстаграм, на ютуб, вот везде-везде все вот эти кнопки. Для тех, кто со мной первый раз, мы здесь обсуждаем классные шмотки, покупки, покупки для дома, какие-то отдельные темы, например, как сегодняшнее видео. Ну и классные вложки, конечно. В общем, такой приятный контент. Одна из причин моего достаточно долгого отсутствия на ютубе была, как вы уже, наверное, поняли из названия, лазерная коррекция зрения. Когда я только собиралась все это делать, я посмотрела миллион просто видео, отзывов, как люди себя чувствуют спустя день, два месяца, неделю, полгода и так далее. Настоящий момент, с момента операции прошло уже два месяца, у меня все, спойлер, хорошо. И давайте начнем по порядку вообще, как я к этому пришла, почему и так далее. И про цены, кстати, тоже расскажу, я понимаю, что это очень важная информация. К слову, этим летом у нас с моим молодым человеком состоялась свадьба, поэтому я теперь не молодой человек, а мой муж. В общем, да, и мы как-то решили это событие приврочить к свадьбе, о свадьбе я обязательно расскажу в отдельном видео, поподробнее, как мы это организовывали, что вообще там происходило. Когда вам уже надоели очки, когда надоели линзы, я думаю, вы прекрасно представляете, что это из себя представляет, какие именно неудобства они причиняют, иначе вы, скорее всего, не оказались на этом видео. Вы идете, что делать, гуглить лазерная коррекция зрения. В общем, и я пошла гуглить лазерная коррекция зрения, начала спрашивать всех своих знакомых, друзей, кто делал, какие отзывы и так далее. И вот, что мне удалось выяснить. Основные операции, я имею в виду технологии операции, это ласик, фентоласик, еще есть новый смайл, но он наименее изученный, поэтому про него вообще будем подробно не останавливаться, потому что я с ним, в общем-то, никак и не столкнулась. Мой выбор был между ласик и фентоласик. К цене я вернусь чуть позже, по цене образования обеих операций и вообще на что еще придется потратить, в каком количестве. В принципе, по действию ласики фентоласик друг от друга ничем не отличаются. Вы будете одинаково хорошо видеть после одной и после другой операции. В чем же разница? Ласик более дешевый, потому что способ хирургического вмешательства в глаз несколько отличается от ласика, от фентоласика точнее. В ласике это хирург самостоятельно скальпелем надрезает вам глаз и открывает крышечку, после которого лазер уже выпаивает вам нужное зрение, условно говоря, на пальцах. Кем-то ласик, само проникновение в глаз и распайка происходит тоже лазером и потом уже таким же другим лазером, как и в ласике происходит выпайка вашего идеального зрения. Ласик из-за того, что хирургическое вмешательство, оно прям трущиками с самим врачом. Реабилитационный период несколько более долгий, более сложный, но и то многие его проходят хорошо и все в порядке. Фентоласик реабилитационный период вообще коротенький, маленький, его легче перенести. И вот о нем я расскажу более подробно, потому что именно его я в итоге выбрала. Я расскажу, как проходила моя реабилитация, сколько времени заняло восстановление, когда можно смотреть телефон, что можно делать, что нельзя и так далее. Итак, первое, что нужно сделать, это прийти, собственно, в центр для диагностики вашего зрения, в тот же центр, где вы будете делать саму операцию. Вас проведут по всем этапам проверки зрения. Вы 100% встретитесь вот с этими маленькими машинками или воздушными шариками. И еще из интересного вам закапывают глаза, конечно же, будет, как на КамАЗ, и со шариками, но в общем, ладно. И на финальном этапе вам будут смотреть глазное дно. И вот тут-то начались первые подводные камни. Я думала, это просто осмотр, посмотрят, скажут, да, можно глаз или нельзя, но обычно чаще всего людям можно. И вот, когда мне смотреть глазное дно, мне врач говорит, знаете, у вас целая куча микроразрывов на глазном дне, и вне зависимости от того, собираетесь в итоге вы делать коррекцию или не собираетесь, вам обязательно нужно сделать так называемую коагуляцию сетчатки. Что это такое? На безоруких глазах часто бывает такая история, что яблоко неправильного размера и неправильной формы. Это, опять же, как мне врач объяснила, пальцев для таких, как я, кто не врач. Так вот, и это глазное яблоко растягивает и может образовывать микроразрывы на сетчатке. И если вовремя эту историю не пресечь, то может случиться расслоение сетчатки, а это уже жесткая операция, которая вообще не гарантирует возврат хорошего зрения, поэтому это лучше пресечь вовремя. Так вот, он говорит, что вам в любом случае нужно это делать. Оказалось, что на новом глазу у меня было повреждение второй степени, на другом глазу повреждение третьей степени, всего степени этих квалифицируется как четыре. То есть довольно сильные повреждения, особенно на втором. И про цен образование этой операции я тоже вернусь чуть позже, когда буду говорить вообще о всей сумме, что сколько заняло. Ну, в общем, смысл в том, что в этот же день уже можно было записаться на эту коагуляцию сетчатки. А что там происходит? Там другим аппаратом случаются такие яркие зеленые вспышки. В этот момент врач вам как бы штопает вот эти микроразрывы, чик-чик-чик-чик-чик-чика заштопывает, чтобы их пресечь. И они дальше не распространялись и не увеличивались в количестве, в размере и так далее. Это не очень приятная, честно скажу, процедура. И, признаться честно, она мне была даже более неприятна, чем в итоге основная лазерная коррекция зрения. Впечатление такое, что достаточно сильно вот так вот давят на глазные яблоки. И такое внутриглазное давление не очень приятное. Очень яркие вспышки. Если делать сильную степень повреждения, то довольно тяжело долго смотреть на яркий свет. Могут сечь слезы. Кто-то вообще там в предумрачном состоянии. Но это редкие единицы. Все это можно пережить. Это все не страшно. Просто это, блин, неприятная процедура. Вот. Это даже не операция. Просто это неприятная процедура, на которую нужно сделать. Но, кстати, ее нужно делать не всем. Возможно, вам повезло, и ваш глаз не успел разорвать вашу сетчатку. Даже микроразрывами. И вам, возможно, можно делать сразу основную операцию. Вот. Поэтому это не всех подряд туда отправляют. Но, к сожалению, так получилось, что мне нужно было это сделать. Рассказываю об этом подробно, потому что, если вы с этим столкнетесь, чтобы это не было для вас сюрпризом, в том числе финансовым. Чтобы вы успели заложить, скажем так, это в свою смету операции. Ну, так вот, эта процедура прошла. Она заняла где-то около получаса в общей сложности. 15 минут один глаз. 10-15 минут второй глаз с перерывчиком. И буквально через пару часов уже все неприятные ощущения из глаза проходят. Все в порядке. Через 10 дней я записываюсь на основную операцию. Прохожу еще раз мини-осмотр. Мне подтверждают, что все в порядке. И осмотрели мне глазное дно, которое нужно было немножко заживить в течение вот этих недель и 10 дней. И говорят, что все, класс, можно. Ждем операцию. И вот меня отводят в кабинет в ожидании операции. Сидела, я ждала ее, наверное, час. И, честно говоря, этот час ожидания операции, он самый волнительный. Потому что не очень понятно, что будет происходить. И, блин, это же все-таки глаза. А вдруг что не так? А вдруг я слепну? А вдруг я моргну? А вдруг лазер выпадет что-нибудь не то? В общем, мыслей всех миллион. Но все врачи, везде-везде-везде-все говорят, что невозможно эту операцию сделать плохо. Потому что современные лазеры, они, во-первых, остановятся. Если вдруг у вас как-то получится шевелить глазами в ту сторону, моргнуть вы не сможете у вас расстоять специальные расширители для глаз. Да-да, прям как на золотом апельсине, прям такие ставят. Но это, кстати, не больно. Все в порядке. Меня заводят, наконец-таки, в операционную. Заливают в глаза целые кучи каких-то увлажнялок, антисептик. В общем, обезболивают глаз, увлажняют глаз, обезвреживают глаз и отправляют вас на, собственно, операционный стол. Сразу скажу, что с момента захода в кабинет на всю операцию и выхода оттуда проходит всего 10 минут. Вот не больше. Это все достаточно быстро и гораздо менее страшно, чем это кажется. Кажется страшно только в моменте, что, господи, вот оно началось, вот он момент X, вот она та самая минута, когда я прозрею. Вас кладут на первый лазер. Это как раз тот лазер, где вам подпаивают лоскоточек на глазном яблоке, чтобы его открыть и дальше уже потом паять ваше зрение. И, собственно, на этом этапе либо фианта лазик это делает лазер, либо просто лазик, где вам вот этот лоскоточек надрезает сам врач. Мне делал это лазер. Это занимает буквально пару секунд. Многие говорят, что вот там чернота, ты ничего не видишь, страшно. На самом деле эта чернота, она буквально 2 секунды по ощущениям, как будто просто надолго моргнул. Ощущение, что ты резко ослеп, честно, у меня не было. Я, главное, больше всего волновалась только за то, какую точку я смотрю, чтобы, не дай бог, там глазами туда не сдвинуть. Но вы реально себя спокойно контролируете, поэтому все будет в порядке, не переживайте. Это очень все быстро происходит. Итак, один глаз хлоп надрезали, второй глаз хлоп надрезали, вам не больно, никаких болевых ощущений нет вообще. И вам постоянно в глаза льют увлажнилку, поэтому ничего там не щипит, не сушит, ничего, все в порядке, вы можете не моргать достаточно долго. И вот, все это быстренько надрезали и везут под второй лазер, который как раз-таки уже непосредственно выпаивает нужное количество вот этого пространства для коррекции зрения. И вот здесь для меня лично случился наиболее интересный момент, а, собственно, вот такой вот, ты лежишь, смотришь наверх, тебе говорят, смотреть на зеленую моргающую точечку, ты на нее смотришь, она относительно в фокусе, ну, настолько, насколько у вас позволяет ваше родное зрение в настоящий момент. У меня она была, ну, относительно в фокусе, все-таки минус 2, это не минус 15. И вот она моргает-моргает, я ее вижу, и тут мне прям вот, не знаю, там, ну, вряд ли пальцем, но, в общем, чем-то там, пинцетом сдвигает вот этот вот надрезанный лоскуток. И я прям вижу, как из этой зеленой точки, из четкой, она вот так вот уехала, в бок, куда-то ее сдвинули, и у меня такой максимальный расхокус, как будто у меня минус 15 на глазу. И даже зелененькая точка превратилась в огромное зеленое пятно. Ну, все это очень быстро происходит, вы просто такие, так, главное смотреть туда, куда сказали, непонятно, куда сфокусироваться, но главное смотреть вперед. И, в общем-то, дальше лазер буквально 3 секундочки по вашему глазу, вам не больно, вы ничего не чувствуете, вам поставили эти расширители, их тоже ставить не больно, все в порядке. И все, 3 секунды, и хлоп обратно заводят на глаз вот этот ваш лоскуток, который сдвигали. И у вас такой хлоп, и фокус вернулся обратно, и вы снова видите вот этот зеленый огонечек. Пока еще не понятно, что зрение ваше стало суперкум, но в реальности это уже тот момент, когда оно таким стало. Просто еще есть пленочки, там куча увлажнялок на глазу, пока это не очень понятно. И то же самое со вторым глазом отодвигают, жюк-жюк-жюк, 3 секунды, чуть-чуть запах паленой кожи, и жюк воздвигают обратно, и опять все в фокусе. Все. Дальше через минуту уже меня выпускают из этого операционного кабинета, сажают на стульчик, 10 минут сижу, ко мне подходит девушка, как бы глаза увлажняющие капельки. Через 10 минут меня смотрит врач, проверяет, там, все ли хорошо прошло, говорит, что все прошло хорошо, и отпускают меня домой. Все. То есть реально я, там, час сидела в очереди, ждала своего времени, когда меня туда запустят, а сама операция длится, вот в общей сложности, сами действия, там, минуты 3, а все остальные 7, это просто, там, вас катают, вам ставят расширитель, вам как бы в глаз, с вами разговаривают. Вообще, вообще ничего в этом страшного по итогу нет. И поверьте, результат настолько оправдан, что просто невозможно. Вы в любом случае должны выбрать сами, делаете вы это или нет, готовы вы или нет, финансово, морально, там, и так далее. Но если уж решились, и вы просто уже сидите, боитесь на пороге, не бойтесь, все обязательно будет хорошо. Главное, ответственно, подойдите к выбору врача, клинике, хорошо сдать все анализы. Кстати, из анализов надо сдать еще общий анализ крови, его берут из вены, можно сдать прямо в том же центре, где вы будете делать операцию. Ну так вот, меня отпускают домой, и по поводу ощущений сразу после. Ты видишь, что видишь хорошо, но из-за того, что пока что есть пелена на глазах, вот, от этих всех капель, там, от всего-всего-всего, не очень еще понятно. То есть, мелкий текст, вот такой вот, пристреляетесь и не прочитаете пока что. Мы приезжаем домой, я покушала, и где-то часа через полтора-два задремала, но мне каждые 10 минут нужно было капать увлажняющие капельки, поэтому вот эта дроба была такая, как бы, спишь, не спишь, спишь, не спишь, но все равно какой-то отдых. И вот сразу после операции ничего не болело, все было в порядке, и только через вот два часа, где-то после операции, начало, ну, во-первых, сушить, начало сразу, и начало такое вот ощущение, как будто бы, не то чтобы песок в глазах, скорее, глаза начало так щипать, как будто бы глазам кисло. Но, опять же, я говорю, это не сразу. И вот, когда у меня уже начало вот это усиливаться, эффекты щипания кислоты в глазах, я уже вот подзадремала на пару часиков, и вот через два часа я просыпаюсь, и все. У меня ничего не болит, ничего не щипет. Я в целом, вроде как, все вижу, но сложно, сложно еще это отследить, потому что в квартире уже темно было на этот момент, уже там непонятно, просто все зашторил. Может, очень высокая светочувствительность, нужно только в солнечных очках, все, как бы, по темноте, нужно посидеть первое время. Вот, но смысл в том, что у меня ничего не болело уже через два часа после операции. Точнее, через два часа оно начало болеть только, два часа поболело, немножко, и отпустило. Все. Встряхнули? Да. Я встряхнул стариной. Или нельзя смешить человека. Блин, ааа, быстрее! На следующий день, вот тот самый момент, когда ты после сна открываешь глаза и видишь каждый кирпичик, каждое облачко, что оно объемное, что птички летают и машут крыльями, а не просто какие-то камни по небу передвигаются. По поводу первых впечатлений, конечно, более яркий день второй, я вот даже поднялась на 14 этаж нашего дома, чтобы поподробнее рассмотреть все, что отсюда видно. И это, конечно, шок, сколько всяких вещей, мелочей, не видно было даже в очках. Действительно, есть чему удивиться, несмотря на то, что очки и винзы вроде бы как делают то же самое, но то ли ты внимания не обращаешь к этому как-то к другому относишься, то ли действительно немножко больше объема видишь родным своим глазом. Но, в общем, ты выходишь, я с темного этажа могу прочитать номерные знаки машин, и у меня просто шок. Офигеть, как я жил все время без этого. Просто как. Из-за важных нюансов спать можно первые пару дней только на спине, стараться не переворачиваться, руками, не дай бог, глаза вообще не трогать, смываться водой нельзя, пальцами тереть ничего нельзя, даже ватными дисками первые несколько дней делать нельзя, потом можно аккуратно ватными дисточками вот так вот там протирать глаза, но это тоже не сразу, вам обязательно все рекомендации в клинике расскажут, когда можно начинать что делать и так далее. Естественно, нельзя употреблять алкоголь перед операцией, сразу после нужно дать организму восстановиться просто какое-то время. И на следующий день после операции у вас будет обязательный осмотр, вас проведут опять по всем этим инстанциям проверки зрения, не так уже подробно, как в первый раз. И, в общем, в заключении врач вам скажет, что да, все круто, 100% зрения, у кого-то даже получается чуть больше, там, процентов 120, гиперрезкость. Вот у меня было просто ровно соточка, все хорошо. Следующий осмотр уже через месяц, и следующий через три месяца, следующий через год. Пару месяцев после операции, чего нельзя делать? Нельзя ходить в баню, нельзя ходить в солярий, нельзя заниматься активными видами спорта, особенно связанными с водой. На кайф, сёрф, какой-нибудь пойти безусловно нельзя, потому что это и контакт с водой грязной, и вообще активности спортивной нужно тоже отложить, с тяжелым спортом, с гантелями тоже заниматься не стоит. Нужно время восстановиться. Вот, собственно, это основные ограничения, как-то так это всё проходит. И вот у меня прошло уже, там, чуть больше двух месяцев, скоро будет три. Всё абсолютно в порядке, болеть всё перестало. Вот прям в первый же день вечером уже ничего не болело. По поводу смотрения в телефон и в компьютер. Я после операции, вот после первого осмотра уехала на четыре дня на дачу. Старалась не смотреть вообще ни в телефон, ни в компьютер, никуда, просто вот куда-то вот в лес, например, чтобы дать глазам отдохнуть, прийти в себя. Но уже в конце первой недели у меня случился проект, случилась работа. Я вернулась в Москву, мне уже пришлось какое-то время провести с компьютером, с телефоном. Это было не очень приятно в конце первой недели. Всё ещё есть эта чувствительность. Я в комп смотрела в солнцезащитных очках. Это, на самом деле, видимо, не очень хорошо. Это нужно подождать чуть-чуть больше времени. Но, в принципе, ничего страшного не случилось. Уже на второй день можно поглядывать в телефон и в компьютер просто без энтузиазма, без монотизма. Очень много времени на это не тратить. Я старалась очень дозированно смотреть первую неделю в конце уже её компьютера, в телефон. И уже через две недели проходят абсолютно все неприятные ощущения, перестаёт сушиться глаз. Синдром сухого глаза, кстати, много у кого случается. Он может держаться месяц, может держаться три месяца. Это абсолютно нормально. Не переживайте, это по большей степени проходит. У некоторых остаётся, но это уже индивидуальные случаи. Лично у меня первый месяц очень сушился глаз. И потом через месяц просто хлоп, и постепенно я просто перестала даже капать. Потому что начала чувствовать, что глаз перестал хотеть постоянно увлажниться. Вот такие вот дела. По поводу цен. Самое это интересное, наверное. Может быть, вы сразу сюда промотали в конец видео. По поводу цен. Расскажу поэтапно. Первое. Выскочила неожиданная коагуляция сетчатки. В моём случае это была вторая степень повреждения на одном глазу. И это стоило около 16-17 тысяч на этот глаз. На другом глазу была третья степень повреждения. Она, соответственно, стоит дороже. Это стоило около 25 тысяч за глаз. Плюс сам осмотр первичный, чтобы вам вообще сказали, да, можно, нет, нельзя и так далее. Стоило около 2,5-3 тысяч. Дальше сама операция. Операция LASIK, она более дешёвая. Один глаз вам обойдётся около 25 тысяч рублей. Но, смотрите, есть разные степени плохого состояния глаза, разные степени близорукости и сложности операции. У меня была самая простая первая стадия. Поэтому все цены, которые я сейчас говорю относительно коррекции зрения, они относятся к самой простой степени маленькой близорукости. Соответственно, если у вас там какая-то сложная более операция, то это может стоить дороже. Но порядок цен всё равно, вилка ясна. Так вот, LASIK. Самое простое, это оба глаза вы сможете сделать около 50 тысяч рублей, то есть 25 на каждый FEMTA LASIK. Более дорогая операция. Около 45-50 тысяч на каждый глаз. В моём случае мне эта операция обошлась, сначала посчитали её как 97 тысяч за два глаза. Но из-за того, что я делала ещё и коагуляцию в том же месте, мне сделали скидку в 10 тысяч. В итоге сама операция именно лазерной коррекции мне обошлась 87 на оба глаза. Собственно, всё. Капельки, ну, полторы-две тысячи стоит купить вот эти все капельки. Итого, по кругу в моём случае всё под ключ вместе с коагуляцией сетчатки, вместе с коррекцией зрения. Мне обошлось 140 плюс-минус. Если бы мне не пришлось сделать вот эту коагуляцию сетчатки, я бы пришла делать только лазерную коррекцию зрения, это было бы плюс-минус 100 FEMTA LASIK. Если бы я делала просто LASIK, то было бы 40 тысяч для такого агуляции, плюс около 40-50 сам LASIK коррекция зрения. Вот такие вот дела, мои друзья. Всё прошло хорошо. Пожалуйста, следите за своим здоровьем. Проверяйте в том числе глаза. Даже если ничего не болит, это не значит, что всё идеально. Лучше быть уверенным. Я вот про свои микроразрывы знать не знала. На зрение это никак не отображается. А вот вот что выяснилось, что это чревато расслоением сетчатки. Кому это надо? Никому это не надо. Поэтому следите за своим здоровьем. Будьте бдительны. Не бойтесь. Если вы решились, то делайте всё обязательно. Будет хорошо. Почитайте отзывы. Выберите клинику. Я не знаю, насколько этично советовать клинику прямо вот так, где я делала. Но я скажу, что это одна из пяти клиник в Москве, которая определяется, ищется в гугле, в яндексе сразу, как только вы вообще задачитесь этим вопросом. Поэтому это не какое-то особо специальное место. Это вот одна из трёх-пяти основных клиник, которые делают эту операцию в Москве. Ну и многие другие, кстати, архитомологические процедуры. Вот. Что ж, надеюсь, вам эта информация была полезна. Всё так же буду радоваться. Вы подпишетесь, и мы останемся вместе дальше с вами. Я расскажу вообще, что происходило летом. А летом происходила свадьба, происходили татуировки. Классные проекты, видеосъёмки были. В общем, обо всём этом будет в следующих видео. Будут распаковки, покупки, техники, нетехники, бьюти, небьюти, одежды, рум-туры, обзоры. В общем, всё, что мы так любим, обязательно в скором времени будет. Поэтому вот мой YouTube, вот мой Instagram. Всем спасибо. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок